Пугающие тарифы ЖКХ. Сколько украинцам теперь придется платить за газ и тепло? Кто имеет право на субсидию и как государство планирует обеспечить помощью миллионы семей? Об этом сегодня в эфире Всем миром. Меня зовут Катерина Островушка. Добрый вечер. По уровню зарплат Украина приблизилась к малоразвитым странам Африки. На государственную помощь в оплате услуг ЖКХ теперь претендует большинство населения. Ведь тарифы, в отличие от зарплат, продолжают расти. Оказавшись перед реальной перспективой массовых неплатежей, государство готово начислять украинцам субсидии. Как будет построен процесс, расскажет директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Украины Виталий Музыченко. Виталий Владимирович, добрый вечер. Добрый. Давайте начнем с того, что расскажем нашим телезрителям, кто имеет право на оформление госпомощи на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Ну, я почав бы с того, что певные элементы спрощения и удосконаления житловых субсидий были в нами впроваджены еще на початку опалювального периода, ось 14-15-го роков. Тобто, было, певным чином, изменено порядок, розрахунку, размер субсидий и % обовязкового платежа, который сплачивает семья за житлово-коммунальные послуги. Если до жовтня 2014 года было зафиксировано соответствующие размеры, то семьи из непрацездатных граждан сплачевали на уровне 10% от сукупного дохода, а семьи, в складе которых были также и працездатные граждане, сплачевали на 15% от сукупного дохода, то с 1-го жовтня 2014 года побудовано механизм таким чином, что происходит индивидуальный рассчитывание для каждой семьи, в зависимости от ее дохода, которые она получает. И принцип обучения этого механизма поляга в том, что чем меньше доходы получает семья, тем меньше от сукупного дохода получает семья на оплату житлово-коммунальных послуг. То есть, если, например, беремо доход на уровне прожиткового минимума у семьи, это на сегодняшний день 1176 грн. на особу, то такая семья будет сплачевать всего-навсего близко 7,5% от своего дохода за коммунальные послуг. Если, соответственно, два прожитковых минимума, то это уже будет близко 15% и так далее. То есть, чем меньше доход, тем меньше отцов. То есть, мы можем говорить о том, что остался такой единственный значительный критерий, это доход семьи. В Минсоцполитике не боятся ли, что это поднимет высокую, большую волну желающих оформить субсидии? Ведь сами чиновники называют такую шокирующую цифру. 4 миллиона семей – это те люди, которым действительно понадобится помощь. И как этот механизм будет работать, если такое количество людей все-таки обратится за помощью? Ну, в первую очередь, мы можем сказать, что мы имеем уже певные статистические данные от начала опалювального периода, после того, как были проведены эти изменения в системе субсидий. И в среднем, десь на 20% у нас збільшилась чисельность семей, которые получают субсидию по регионам. Разом с этим, мы понимаем, что право на субсидии мает значительно большая количество громадян. Проте на сегодняшний день существуют критерии, которые не позволяют семьям использовать свое право. Это кроме дохода, кроме доходной части, которая влияет на значение размера субсидий, это также и майнова складова. То есть, наявность у членов семьи двоих и больше автомобилей, наявность двоих и больше житловых будинок, наявность у склада семьи громадян и працездатного века, которые не работают, сдача в аренду або найм житлового примещения и так далее. И вот первое, на чем мы остановились при доопрацювании программы житловых субсидий, это знание этих додатковых критерий при призначении житловых субсидий. То есть, с 1 травня, когда у нас набирают чинности новый удосконаленный механизм призначения житловых субсидий, жодные майновые аспекти не будут впливать на право призначения житловых субсидий. Кроме одного единого, это выполнение покупки одноразовой на протяжении предыдущих 12 месяцев на сумму, что превышает 50 тысяч гривен. То есть, мы говорим, если семья смогла себе позволить покупку такую дороговартную, то в принципе в ней есть деньги для того, чтобы платить житлово-коммунальные услуги. Что касается какого-то дополнительного дохода, вот в предыдущих перечнях даже огород значился неким средством получения, я не знаю, дополнительной возможности приобретать продукты питания. Есть ли это в критериях сейчас или все-таки это отменено, потому что многие люди считают это несколько абсурдным таким, скажем, требованием, ну, например, тот же огород или домик какой-то в селе. Вот насколько это сейчас действует? Мы пропонуем, и с 1 травня набувают чинности, что до доходов семьи будут враховываться грошовые доходы, которые получают гроши в виде пенсии, социальных допомог, зарплат, утримания військовослужбовцев, милиции и так далее. То есть, это будут грошовые доходы. Кроме этого, мы предбачаем не враховывание до склада доходы суммы сплаченных податков, потому что на сегодняшний день до розрахунка субсидий враховываются нарахованные доходы, а не те, что семья отримала на руки. При заполнении той самой анкеты, которая необходима для получения субсидий, Минсоцполитики просят не занижать свой доход. И буквально на днях министр заявил о том, что те, кто нарушают данную просьбу, будут наказаны штрафом. Каким образом будут выявлены обманщики и действительно ли значительным будет этот штраф? Кто их будет проверять? Вот те самые данные, которые люди вносят в анкету. Ну, достаточно правильное зауважение, что одним из аспектов возможности субсидий должен быть понятен и чуткий перелик или пакет документов, которые семья должен сдавать до ОСЗН для того, чтобы визначити право ее на субсидию. Мы предлагаем оставить лишь два документа, которые семья должен заповнить, або надписать поштою, або особо надписать до ОСЗН. Это заявка и декларация. При этом эти формы документов будут значительно спрощенными. Если на сегодняшний день действует единственная форма заяви для всех видов допомоги, то мы подтверждаем специальный вид заяви лишь для призначения субсидий, который будет размещен на одном аркуши. И там будет минимум необходимой информации для того, чтобы ОСЗ могло визначити право на призначение субсидий. При этом мы говорим о том, что человек будет также заповнювать декларацию. И от в декларации прохание до граждан при звернении за отриманием житловой субсидии вказать, какомога повнише, информацию про отриманное доходы, оскільки соответствующая информация в будущем будет переверена через органы фискальной службы. И оскільки мы спрощуем суттєво доступ граждан до житловой субсидии, мы также говорим, что мы поселим их ответственность за ту информацию, которую они подают официально государственным органам в особи органов социального захиста населення. При этом в заявке человек информирует, что в разе, если она дала неповную информацию о семье, то не вказала кости членов семьи, або занизила відповідный доход, не вказавши вид дохода, припустим, пенсионер может быть працючим пенсионером, вказав пенсию, не вказав заробітную плату і так далее. У разі виявления таких, ну, це не помилок, а уже свідомо поданої неправомірної або недостовірної інформації, громадяни будуть змушені повернути раніше призначену субсидію у подвійному розмірі. Тобто ми говоримо, ми відкрито даємо можливість громадянам звернутися для участі в программе житлових субсидій, даємо їм можливість отримати соціальну допомогу, але ми даємо їм право вказати вірну інформацію і нести відповідальність за цю інформацію. Ну, в першу чергу, я хотів би нагадати, що урядом ще в жовтні місяці було прийнято рішення щодо надання спеціального виду соціальної підтримки для переміщених осіб, який надається на проживання та оплату житлово-комунальних послуг. І особи, які перемістилися, стали на облік до органів соціального захисту населення як переміщені особи, отримали відповідну довідку переміщеної особи, мають можливість отримати допомогу на проживання і в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Такая помощь предназначается на 6 месяцев и выплачивается в размерах 884 грн. на непрацездатную особу и 442 грн. на працездатную особу, чтобы максимальный размер помощи становить не больше 2400 грн. В принципе, этих денег на сегодняшний день достаточно для того, чтобы решить вопрос размещения и оплаты коммунальных услуг. Мы не говорим про великие мегаполисы, такие как Киев, Харьков, Дніпропетровск, но, естественно, инфраструктура этих мест даже теоретично не имеет возможности витримать перемещение или життезабеспечение, допустим, миллиона перемещенных людей, про которых уже есть информация у нас. Разом с этим, действительно, есть ситуация, когда граждане снимают житло, когда они не зарегистрированы в этом житле. И специально для такой категории граждан у нас передбачено надание субсидий на подставе договора аренды житла. И, соответственно, в разе, если семья оплачивает в арте житлово-коммунальных послуг. Ну что ж, спасибо. Порядки предоставления субсидий. Я напомню, мы говорили с директором департамента Минсуцполитики Украины Виталием Музыченко. Сколько денег после оплаты коммунальных услуг теперь будет оставаться на жизни рядовой украинской семьи? И хватит ли этой суммы хотя бы на скромное пропитание? Ответы в сюжете далее. Заплатить за газ, заплатить за электроэнергию и на жизнь после этого останется гривен 100-200. Семья Чихманов подсчитывает, что случится с их семейным бюджетом после того, как придут новые платежки. Это будет примерно 2 800 тысяч гривен. 2 800. Столько семье придется платить только за газ. Тарифы на него уже в ближайшем времени повысят почти в 4 раза. Как пережить следующую зиму Сергея и Нина не понимают. Семья живет в частном доме. У них газовый котел. Котел стоит все время на минимуме целях экономии всю зиму. То есть экономить еще больше невозможно. Даже в эту рекордно теплую зиму приходилось мерзнуть. В хате максимум было 12-13 градусов тепла. Дети все горбой, с нами спали. Водяг на них. Новые цены на газ и централизованное отопление утверждает Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных тарифов. За подорожание электроэнергии она уже проголосовала. Итак, минимальный тариф уже с 1 апреля повысят на 19% до 37 копеек за киловатт. И это лишь первый этап подорожания. Тарифы будут расти каждые полгода. И до начала 2017 года вырастут в 3 раза. Сейчас же население платит за электроэнергию в 5 раз меньше ее реальной стоимости. Повысить тарифы на услуги ЖКХ – это еще и требование к Украине от МВФ. Страна обязалась выполнить его. И получив от фонда многомиллиардную помощь, часть денег пустить на поддержку самых незащищенных граждан. Людям, которые не потянут новые тарифы, будут давать субсидии. В правительстве просят людей не занижать свои доходы, заполняя анкету. Мол, если человека поймают на обмане, ему придется платить штраф. Если поданы отвертые неповольные и недостоверные видимости, заявник обязан повернуть надмирно перерахованную выплаченную сумму субсидий в следующий период в подвижном размере. Семье Чихманов обманывать никого не надо. Их общий доход чуть больше трех тысяч. И получить субсидию для них теперь задача номер один. Иначе следующей зимой котел придется просто отключать. Отопить дровами. Грубо был пич. Вот еще иначе возвращаемся. Можно ли рассматривать предоставление субсидий как панацею? И что будет, если две трети населения Украины признают себя малообеспеченными? Об этом говорим с экс-министром жилищно-коммунального хозяйства Украины, председателем Союза собственников жилья Украины Алексеем Кучеренко. Добрый вечер, Алексей Юрьевич. Добрый вечер. Алексей Юрьевич, ну что, мы только что показали сюжет. Звучат действительно страшные цифры. В 7 раз у нас будет подражание газа. В среднем в 5, на самом деле. В среднем в 5. На самом деле, прежде чем обсуждать субсидии, можем ли мы с вами сейчас провести некую параллель между тарифами, скажем, того времени, когда вы были министром, это 2010, например, год, и сегодняшними ценами? Ну, кстати, вы такой, спасибо, очень приятно мне вопрос задали, потому что очень часто меня, когда я начинаю рассказывать и критиковать действия, а я действительно не вижу сейчас комплексной такой серьезной программы именно по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, потому что взяли один элемент, это повышение тарифов. А очень параллельно же нужно вести еще целый ряд программ, а они же не ведутся. Но вот мне все время говорят, а что вот вы делали, когда мы были министром? На самом-то деле, тогда более-менее сдерживали рост тарифов и не давали его бездумно повышать. Подготовили программу реформирования, которая, кстати, в 2011 году предусматривала уже, если бы ее выполняли, 100% учет. А это очень важно для всех наших жителей, особенно в первую очередь, те, которые живут в городах, в многоквартирных домах на централизованном опалоне. Потому что, да, тарифы-то они повышают, а счетчиков нет, регуляторов температуры нет. И вы знаете, что сегодня премьер Яценюк, ну, с опозданием, но жестко там ставил задачи, а по и задавал вопрос, а почему вдруг на улице в Киеве плюс 15, перегрев идет страшный, у всех людей окна открыты, в квартирах по плюс 25, плюс 27, а все же это идет в счета, в цену на тепло. И вот это один из, ну, таких классических визьянов, которые демонстрируют, что реформа как такова и не делается. Что касается субсидий, очень уважаем министра Розенко, это очень правильный вот сейчас механизм, то есть на пальцах. Они контролируют доход и не делают ограничения по имуществу. То есть по семье контролируется ее легальный доход, рано или поздно это обязательно нужно было сделать, потому что мы понимаем, 50% экономики в тени, 50% на поверхности, так сказать, и вот эти 50% теневых, и должно сейчас искать правительство для того, чтобы облагать. Единственное, конечно, чего не сделано, это реформирование налога на доходы физических лиц. Пока будет 60% доход на зарплату, зарплаты будут в тени, и, наверное, правительство это прекрасно понимает. Но, чем мне не нравится механизм субсидий? По сути дела, он сам по себе-то неплохой, но мы не сделали прозрачным, ясным и полностью, так сказать, ну не детенизировали механизм ценообразования в нефтегазовой отрасли, цена на газ, цена на электроэнергию. Вот сейчас господин Котко тут сказал, я вам прокомментирую. Цены на тепло, тарифы, тарифы на воду, они остаются мутными, непрозрачными, и там, я уверен, масса злоупотребления. Я готов это доказать в любом, в прямом эфире, в закрытом, если только у меня будет первичная информация. Так вот, получается, что тарифы из тени не выведены, а субсидиями колоссальной суммой, которую заложили 24,5 миллиарда, решили покрыть, собственно говоря, вот эту всю бесхозяйственность. И вот вам яркий пример. То есть какой-то замкнутый карман. Ну, конечно, мы из одного кармана, это же субсидии, что такое? Это же такие же наши деньги из госбюджета, деньги налогоплательщиков, которые могли бы пойти на медицину, на образование, на дороги, на утепление домов. И вот у меня вопрос к уважаемым членам правительства. А вот скажите, вот вы посчитали 24,5 миллиарда субсидий, и я слышал цифры уже 3 миллиона семей, 4 миллиона семей, 11 миллионов семей. Да, полосальные. Реально, они не знают. Я понимаю, что мы идем в такой серьезнейший социальный эксперимент. И, к сожалению, мы все с вами такие кролики будем в этом эксперименте, дай бог нам дойти до него. Но у меня вопрос. А скажите, вот два дома многоквартирных в Киеве, в Донецке, я уверен, в Запорожье, если на доме есть счетчик тепла, то начисления будут в полтора раза меньше, чем если нет счетчика тепла. Вот в Киеве сейчас начисляют 9,22 гривны на метр. А если там стоит счетчик, то там будет где-то 6 гривен, понимаете? Так может быть взять 3 миллиарда денег из этих 24, установить за год счетчики по всем домам, загрузить украинскую промышленность, инженеров, проектировщиков, и не надо будет 24 миллиарда субсидий. Как вы думаете, почему это не делается? Ведь вот они решения все ли? Я не сомневаюсь, что мы не решили главной проблемы нашей страны в сфере внутренней, так сказать, экономической. Мы внешнюю проблему нашу все хорошо знаем. Это война. Так вот, внутри экономической, это такая же война, только она подспудная, она тайная пока, хотя все уже люди понимают, что войну нам с вами, как потребителям, объявили монополисты. По всем каналам, какие только можно, и которые входят в наш дом, газовые трубы, линии электропередач, теплоснабжение, водоснабжение, идет, по сути дела, непрозрачное тарифообразование, и, по сути, перешли монополии в колоссальнейшую атаку. Они перешли и не только в сфере природных монополий. Вот те сферы, где я сказал, ЖКХ-шные и энергетические, это природные монополии. А посмотрите, что делается на заправках. У меня вот простой пример. Курс пошел вверх, цена на бензин пошла вверх. Курс пошел вниз, а цена не пошла вниз на бензин. Это картельный сговор. За это в Соединенных Штатах Америки сажают на 15 лет, а в Китае казнят прилюдно. Каждый год человек 30-40 госчиновников. А цены на таблетки, посмотрите. А цены в торговых сетях. У нас же вообще не работает антимонопольная законодательство, антимонопольные органы, не работает регулятор. И вот это все, это колоссальнейшая атака на потребителя, которую с субсидиями, ну это просто обмануть самих себя. Потому что все равно эти деньги попадут к тем, кто вот этот картельный сговор наверняка и организовал. Когда они, собственно говоря, эти тарифы и усчитали, я уверен, что приблизительно было так. Один монополист говорит, я хочу на газе заработать столько же. Другой говорит, а я на облгазах хочу столько-то заработать, а их 70% в одних руках. Третий говорит, извините, а я хочу на генерации тепловой заработать столько-то. О, Белэнерго хотят еще столько же. Киевэнерго столько. И вот в результате вылились эти тарифы. То есть такая некая, скажем, коррупция и, возможно, монополия. Ну, понимаете, я понимаю, что, наверное, в условиях внешней вот этой войны решили пока власти не вступать во внутреннюю, чтобы на два фронта не воевать. Но цена вопроса сильно дорогая. Понимаете, 24 миллиарда, за которые, извините, можно было счетчиками за год решить всю проблему. И, кстати, я критиковал всегда правительство Азарова, но тот же Клюев, когда в 2010 году, будучи первым вице-премьером, сказал, дайте мне 3 миллиарда, я за год решу эту проблему счетчиков. Я очень хорошо помню. Я зааплодировал. Ну, подумал, ну, если он это решит, ему памятник надо поставить. И ему не дали сделать, потому что монополистам невыгодны счетчики. Счетчики невыгодны газовикам, тепловикам, водоканалам, никому не выгодны. Понимаете, вот эти счетчики. Я не говорю про то, что по всей этой цепочке. И первый вопрос, а насколько у нас экономически обоснованной является вот эта цена на газ? Действительно, людям непонятно, за что они должны так много платить и почему. Кого не могут потребовать пояснения ценообразования? Ну, вы очень правильно ставите вопрос. В наших отношениях, поскольку это рынок, он природная монополия, там должен появиться арбитр. Нас нельзя один на один оставить с монополистами. Они нас просто, извините, изнасилуют. Но знаете, чем это закончится? Это закончится тем, что загонят в долговую яму. А в Верховной Раде болтается два очень опасных законопроекта. Один из них уже принят в первом чтении, а другой стал уже законом. 15-65. Это законопроект, который позволит практически без нашего участия отдать наши дома в управление частным компаниям. И я предвижу, что очень скоро по этим долгам, которые люди не в силах будут оплатить, даже с учетом механизма субсидий, придут коллектора. И более того, там уже закончик такой, законопроектик уже зарегистрирован о том, что частные, так сказать, коллектора, чтобы исполнительное производство забрать у государства. А частный коллектор разговаривать не будет, он там не будет смотреть, что у вас там зуб болит, или у вас трое детей. Он просто будет выкидывать из квартиры. И это ничем не запрещено. Поэтому, родные, перед тем, как идти в повышение цены тарифов, учет полный, полная прозрачность тарифов, полная защита меня как потребителя для того, чтобы дали мне перерассчитать возможность, если мне не оказали эту услугу. Вот вам яркий пример. Один день при плюсовой температуре нагрева теплокоммунэнерго по всей Украине, это где-то 150 миллионов гривен. Вот на улице плюс 15, да? А они топят. И 150 миллионов гривен нам выставляют. Понимаете? Вот это и говорит о том... Если кто-то наживается, кому-то приходится платить. Ну не мы точно. Вы наживаетесь, нет? К сожалению. Или к счастью. И я тоже. Ну что ж, мы вынуждены двигаться дальше. Я напомню ситуацию с предоставлением субсидий. Обсуждали с экс-министром жилищно-коммунального хозяйства Украины, председателем союза собственников жилья Украины Алексеем. Коммунальные услуги уже в следующем месяце именно вам. Давайте посчитаем вместе приблизительные расценки на услуги ЖКХ в зависимости от числа комнат в квартире и проживающих в ней людей. В инфографике далее. В среднем стоимость коммунальных услуг с учетом новых тарифов составляет. Для одного человека в однокомнатной квартире почти 800 гривен. Для жителя двухкомнатной – 1230 гривен. Если вы один живете в трехкомнатной квартире, готовьте к оплате 1850. В случае, когда в однокомнатной живет семья из двух человек, нужно будет платить чуть больше тысячи за коммуналку. Если вы вдвоем живете в двушке – почти полторы тысячи. Семье из двух человек, занимающей трехкомнатную квартиру, придется ежемесячно отдавать больше двух тысяч гривен. Средняя зарплата в Украине чуть более четырех тысяч. Если после приблизительных подсчетов вы пришли к тому, что без субсидии не выжить, давайте разбираться в деталях, как получить льготу на оплату ЖКХ. Как оформить субсидию на оплату коммунальных услуг в Украине? Для начала обратитесь в Управление труда и соцзащиты населения по месту регистрации. Можно по почте. Для оформления льгот вам нужно заявление и декларация о доходах и расходах лиц, проживающих на одной жилплощади. Их упрощенные формы каждая семья получит вместе со счетом для оплаты электроэнергии. Субсидию можно оформить, если сумма коммунальных платежей превышает 15% совокупного дохода семьи, лиц, прописанных в квартире или доме. Размер льготы будет равен сумме, на которую превышен этот порог. Если семья совершила единоразовую покупку на сумму свыше 50 тысяч гривен, субсидия ей назначаться не будет. Оформить льготы могут безработные, вне зависимости от того, стоят ли они на учете в центре занятости. Также эта возможность есть у лиц, которые арендуют жилье. Жилищная субсидия вводится на 12 месяцев с последующим автоматическим перерасчетом. Новая система заработает с 1 мая 2015 года. Ну что ж, переходим к подробным инструкциям и тонкостям получения помощи от государства на оплату коммунальных услуг. У нас в гостях адвокат Евгений Кузьмин. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, мы сегодня уже много сказали о том, что люди не понимают сенообразование на те или иные услуги. Почему в 5 раз подорожает газ. Есть какие-то объяснения, но не совсем понятные. А рассказать людям, как будут рассчитываться субсидии. Это хотя бы возможно? Да, я считаю, что это возможно. В законодательстве у нас заложен тот механизм, который будет применяться при расчете субсидий. Я приведу пример. Например, проживает семья из трех человек в квартире однокомнатной. Необходимо рассчитать их совокупный доход семьи за предыдущие 6 месяцев. То есть, например, мы понимаем, что семья получает 18 тысяч гривен за 6 месяцев. Затем мы рассчитываем, сколько же приходится на одного человека, на одного члена семьи в месяц. По нашим подсчетам это будет 1 тысяча гривен. Я говорю в среднем. Затем мы должны применить формулу. Мы берем эту тысячу гривен, делим на размер прожиточного минимума на соответствующий год. Сейчас составляет 1176 гривен, если я не ошибаюсь. Затем мы делим это на коэффициент 2, который заложен в постановлении, и умножаем на 15%. Это мы высчитаем таким образом размер обязательного процента, который будет в дальнейшем применяться для назначения субсидии. И затем, когда мы получаем этот размер обязательного процента, мы его умножаем на месячный доход всей семьи. И мы получаем вот ту сумму, больше которой семья платить, в принципе, не должна. Все, что свыше, это все будет покрываться за счет денег государственного бюджета Украины. То есть, в принципе, мы можем говорить о том, что все имеют право на получение субсидии, но в зависимости от своего дохода. Если он недостаточен... Да, совершенно верно. То есть, если это формула, вы можете, в принципе, дома, то есть, любой человек просчитать самостоятельно. И если он попадает под данный процент, то они имеют право на обращение в органы социальной защиты населения для того, чтобы им оформили субсидию. А если, вот, например, отказано, да, мы говорили сегодня о том, что это четкая математика, да, и если, в принципе, есть понимание, что, исходя из подсчетов, человек не может оплачивать коммунальные услуги, то субсидия ему причитается по закону. Тем не менее, я думаю, что будут случаи отказов. Есть ли какие-то законные критерии, по которым человеку могут отказать на законных основаниях в получении госпомощи? Да, есть в постановлении прописаны те категории лиц, которые не попадают вообще под субсидию. Это я приведу пример. Например, если трудоспособный член семьи не работает, не учится и не состоит в центре занятости. Затем, если семья владеет более чем одной квартирой, либо если же семья владеет более чем одним автомобилем, либо они сдают в аренду какую-то одну из квартир своих. В данном случае, даже если процент по этой формуле попадает, но людям будет отказано. Сегодня говорили о том, что отменяют вот эти критерии, оставляя только доходную часть. То есть, получается, тогда можно не беспокоиться о том, что у тебя два автомобиля, ты можешь на субсидию претендовать. Или это пока, скажем, только красивое обещание? Как вы думаете, будет ли это работать? На сегодняшний день я смотрел как раз базу законодательства Украины, и пока что все эти критерии есть. То есть, возможно, да, есть такой проект, что их отменят, но пока что сегодня они существуют. Вот так, Минсоцполитики до вас у нас в студии говорили о том, что в принципе все это уже, скажем, в прошлом, да, и это упрощается. А если говорить о сроках, на которые назначается субсидия, есть ли тут какое-то временное ограничение, это полгода, год или больше-меньше? Да, по общему правилу субсидия назначается на срок 6 месяцев. Если же в квартире прописаны только лишь пенсионеры, то тогда субсидия назначается на срок 12 месяцев. Я бы вот хотела процитировать нашего премьер-министра. Это Яценю говорит о том, что социальная служба самостоятельно будет назначать субсидию без хождения, без мытарств и без подачи тысячи заявок. Исходя из сегодняшнего законодательства, да, вы знаете, какая у нас медленная бюрократическая машина лежит в основе получения любой государственной помощи. Реально ли это? Действительно ли есть сегодня у нас и юридические основания, и какой-то государственный ресурс для того, чтобы все это делалось быстро, четко и без тех же самых очередей? Да, действительно, все мы слышали соответствующие заявления премьер-министра Украины о том, что все будет в автоматическом режиме, все будет делаться быстро и просто. Но, опять же, на сегодняшний день все это только лишь в проектах. То есть база законодательства Украины, последние изменения в порядке назначения субсидий, они вступили в силу 1 октября 2014 года. Да, есть несколько проектов постановления Кабмина о том, что необходимо упростить все-таки процедуру назначения субсидий и сделать ее автоматической. Но на сегодняшний день пока что она в силу не введена. Все только в обозримом будущем. То есть, в принципе, все то, что мы слышим, мы можем говорить о том, что это пока что только обещание для того, чтобы успокоить людей и не пугать их пятиразовыми повышениями, да, как-то сглаживая ситуацию субсидий. Да, совершенно верно. Единственное, что я могу отметить, о том, что действительно немножко упростилась сама схема получения субсидий. То есть раньше люди при обращении в органы социальной защиты заполняли заявление, там более 90 вопросов было. На сегодняшний день их уменьшили до 15. То есть, в принципе, сдвиги определенные положительно есть в этом направлении. Если говорить о конкретном механизме, вот те самые заявки и тот самый документ, где нужно заполнить свой доход, ответить на какие-то вопросы, где их брать, скажем, в Киеве? Во Львове, в Мариуполе и в любом другом городе Украины тем, кто уже сегодня понимает, что он не сможет самостоятельно оплачивать услуги. Человеку необходимо обратиться в соответствующий орган социальной защиты населения по месту своего проживания. Там ему должны выдать все соответствующие бланки документов, бланки заявлений, бланки деклараций, которые он может заполнить и, соответственно, подать в отдел социальной защиты населения. Все эти документы будут рассмотрены и по закону у нас есть, точнее не у нас, а у социальных служб есть 10 дней для того, чтобы принять решение о том, оформить человеку субсидию, либо же отказать. Также в законодательстве прописан момент о том, что органы социальной защиты населения могут обратиться в соответствующие службы, например, в налоговую, фискальную службу и так далее, для того, чтобы проверить достоверность той информации, которую подал заявитель. Если вдруг человеку отказано, может ли он оспаривать решение, исходя из того, что по его подсчетам все-таки субсидия ему положена? Если может, то какими путями? Да, действительно, он имеет право обратиться с самого начала в тот отдел социальной защиты населения, который ему отказал с заявлением о пересмотре данного решения. Если же решение не пересматривается, то единственным вариантом это является обращение в суд. Спасибо большое. Я напомню, в юридических тонкостях для желающих оформить субсидию на оплату новых тарифов ЖКХ мы разбирались с адвокатом Евгением Козьминым. После волны подорожаний во всех сферах жизни украинцы почувствовали себя нищими. Об этом съемочной группе всем миром рассказали геевляне. Как на улицах столицы сетовали на реформы правительства в нашем постоянном опросе «Точка зрения». Хуже стало. Пенсия стала меньше. Фортплата, коммунальные платежи будут ужасные. Вот и все. И продукты. В общем, все. То, что касается лекарств, то, что касается детей. Это все очень дорого стало. Вы знаете, я бы платил любые тарифы, если бы мне была предоставлена возможность проследить цепочку ценообразования. Это очень любопытный вопрос. Я вот против коммунальных услуг. Что повышаю? У нас же все повысилось. Продукты повысились в магазине. Вещи повысились. Доллар повысился. Все. Фортплата только не повысилась. Пенсия не повысилась. Я не знаю. Будем умирать. Все ужасно, честно. А вообще все отвратительно. Жизнь становится еще хуже. И я не знаю, как мы будем выживать. И в дальнейшем. И вообще. Это все. Это не правительство, честно. На каждом шагу нас народ обманывает. В карман залез. Полтора процента с денег забирает. С депозита забирает. С пенсии забирает. Это же вообще в мире такого не было. Это недоходная часть. Люди живут, еле выживают. Берет 15%. Это разве можно так, а? Это что? Европа? Эти цены что? Почему? Европейские цены. А где европейская зарплата? Обращаюсь к вам, к обмин, президенту, депутатам. Вы не кулаками решаете проблемы. А головой. И трезвой головой, и холодной головой. О том, что было бы и стране хорошо, и людям хорошо, и вам было хорошо. Можно ли считать новые реформы правительства антисоциальными темы? Продолжим с политологом, главой Украинского института анализа и менеджмента политики Русланом Бортником. Руслан, добрый вечер. Здравствуйте. Ну что ж, ваше мнение, люди, мы только что просмотрели наш видеосюжет, люди говорят на улице, что жить стало невыносимо, и реформы правительства, к сожалению, вот того самого желаемого улучшения пока не приносят. Ну, реформы вообще назвать это невозможно. Это не реформы. Реформы – это когда что-то меняется, меняются какие-то принципы отношений, улучшается качество каких-то услуг, и, соответственно, они могут становиться дороже. Это не реформы, это банальное сокращение, банальное перекладывание экономических проблем на плечи граждан. Если мы на самом деле посмотрим, что делает правительство за последний год, у меня складывается такое впечатление, что правительство наше очень долго смотрело фильм «Матрица». Вы помните, где люди лежат в каждых нячейках, и «Матрица» живет за счет их энергии, за счет их жизненных ресурсов. То же самое правительство. На самом деле, если мы посмотрим, за последний год это налогообложение пенсий, повышение тарифов с ЖКХ, налогообложение депозитов, обмен валют, покупка автомобилей, недвижимости. То есть все проблемы экономические, которые были у правительства, которые оно не может решить экономическими инструментами, оно пытается переложить на плечи гражданам. В итоге, в конечном итоге, на самом деле, я приблизительно подсчитал, что в этом году правительство просто отнимет у граждан приблизительно 50-70 миллиардов гривен. За счет, начиная от тарифов с ЖКХ и заканчивая новым налогообложением, эти деньги, которые они возьмут у нас с вами с карманов просто. Да, действительно, колоссальная цифра. Исходя из того, что люди говорят на улицах, действительно, життя стоит тяковише. Но мы говорим о том, что действительно недовольство оно есть. Люди часто не понимают ценообразования, новых услуг в ответ. Очень часто мы слышим от правительства списание этого всего на то, что сейчас у нас страна в состоянии войны, и все кризисы, они, скажем так, неизбежны. Считаете ли вы, что есть доля все-таки какого-то неэффективного управления, если вот настолько серьезно все экономические кризисы, все экономические какие-то провехи ложатся на плечи людей? Я понимаю. Я так не считаю. Давайте просто считать элементарно, что говорится на пальцах. Если у нас, даже если взять тарифы ЖКХ, если у нас курс национальной валюты просел в три раза, условно говоря, то цены на услуги ЖКХ у нас вырастают в 5-7 раз. Почему так? Тем более надо учесть, что в тех же услугах ЖКХ значительная отечественная компонента. То есть, грубо говоря, максимально, на что должны были подорожать тарифы ЖКХ, это максимум на 200%. С учетом того, что значительная часть энергоносителей, работа людей, функционирование соответствующих компаний происходит на территории Украины за гривны. То есть, максимум в два раза. Почему они выросли в 5-7 раз? Это неправда. Если списывать все на войну. Давайте посмотрим, что у нас экономика официально просела на 30% приблизительно. Почему же тарифы выросли на 700-800%? Хорошо. Давайте еще по-другому посмотрим. Выросли бюджеты армии. Говорят, надо финансировать армию. Бюджет армии вырос в два раза. То есть, он стал 52 миллиарда гривен приблизительно. Вместе с другими правоохранительными органами он будет 80 миллиардов гривен. Но в то же время одно рефинансирование, то есть, один инструмент, который применяет правительство в виде рефинансирования частных банков, за прошлый год изъял из нашего бюджета средств, знаете, на сколько? На 222 миллиарда гривен. На 4 бюджета Министерства обороны Украины. При этом преимущества эти средства были просто украдены. То есть, они попали на валютный рынок, обвалили национальную валюту и были выведены в офшоры. Есть официальная цифра. От 160 миллиардов до 250 миллиардов гривен ушло в офшоры. Обвалили национальную валюту. Все чудесно, все хорошо себя чувствуют, кроме обыкновенных людей. То есть, речь не о неэффективном управлении, речь о коррупции, получается, и в воровстве? На самом деле, речь на самом высоком уровне. Речь о коррупции, на уровне макрофинансирования, на высокой коррупции. На среднем уровне речь о неэффективном управлении. Чиновники находятся в растерянности, пытаются тоже украсть что-то в этом процессе. А на низком уровне речь в растерянности. То есть, чиновники низкого уровня просто не знают, что в таком хаосе делать, потому что нельзя говорить о наличии какой-то государственной стратегии или даже тактики в этом процессе. Они просто не знают, что делать и на что ориентироваться. Что касается пенсионной реформы, мы ее сегодня так немножечко обошли стороной, тем не менее, она тоже вызвала очень много возмущения. И у работающих пенсионеров, у которых забрали 15% зарплаты, ходят такие кулуарные слухи, что в бюджете пенсионного фонда не достает 80 миллиардов гривен. Правда ли это? Это правда, на самом деле, потому что официально определен дефицит госрастного бюджета в размере 81 миллиарда гривен. Но мне здесь в этом вопросе интересно другое. Еще в июле прошлого года это же правительство определяло в дефицит бюджета пенсионного фонда, знаете какую цифру? 18,1 миллиарда гривен. Вот почему, откуда появилось еще дополнительных 60 миллиардов гривен дефицита пенсионного фонда? Это один вопрос. Я считаю, что все-таки правительство завышает этот дефицит и снова же перекладывая груз ответственности на плечи обыкновенных граждан, таким образом пытается просто аргументировать, почему у людей надо забрать пенсию дополнительную. Мы говорим о 15%, на самом деле заберут же больше. Уже де-факто забрали у людей, сократили разные надбавки, выслуги, уже де-факто забрали это 15-20%. В общем, сумма потерь как пенсионеров, так и работников государственной сферы, учителей, докторов на составе не менее 30%. И другой вопрос пенсионного фонда. Скажите мне, пожалуйста, если у нас общий бюджет пенсионного фонда в прошлом году был 249 миллиардов гривен, в этом году он 253 миллиарда гривен, откуда у нас появляются вот эти 60 миллиардов гривен, которые на пустом месте дополнительного дефицита? Почему мы собираемся за счет этих 15% сэкономить 4,3 миллиарда гривен, о чем сказал бы министр Резоненко, а не применяем другие инструменты наполнения и ликвидации этого дефицита? Есть же другие инструменты. Самым классическим инструментом является детенизация рынка труда. Но правительство ничего не делает, наоборот, оно создает условия для того, чтобы вся зарплата уходила в тень. Соответственно, этот разрыв повышался, и люди со своих плечей еще дополнительно доплачивали эти разрывы госбюджета. То есть на самом деле мы все ждем и в этой студии, и на улице реальных реформ. То есть реформы есть, они написаны, они предлагаются бизнесом, они предлагаются обществом. Но пока что они почему-то неприемлемы для власти. Или они просто поднимаются на флаг, но не реализуются до конца. То есть делается полшажочка или даже прыжок на месте, такой пиар-прыжочек на месте, и больше ничего не происходит дальше. Если говорить об обычных людях, к чему вы советуете готовиться? Есть ли возможность, что тарифы будут продолжать расти, социальные выплаты будут продолжать урезаться? И, собственно, какой сценарий для вас наиболее вероятен? Я советую людям рассчитывать пока на самих себя, потому что тот же вопрос, который сегодня мы в студии обсуждали, вопрос субсидий. На самом деле правительство здесь имеет одну цель. Оно повысит нам тарифы уже сейчас, а в субсидии, может быть, мы получим потом. Может быть. Важное слово. Во-первых, тарифы повысятся для 100% людей, а субсидии не получат 100% людей. Во-первых, не все за ними придут. Самые бедные, обездоленные, например, старики или люди больные, они просто не смогут за ними прийти, за этими субсидиями. Они останутся один на один с этими проблемами. Ну и часть людей будет просто отказана. Соответственно, в любом случае, даже с учетом этих субсидий, правительство как минимум половину граждан отрежет и ограбит через повышение этих тарифов. И я все-таки советую людям ориентироваться самих на себя. У нас есть давняя традиция украинская, возвращаться к приусадебному хозяйству, то есть дачи, огороды. Потому что действительно реформ мы не видим, тарифы будут повышаться до европейского уровня. В ближайшие перспективы, скорее всего, зарплаты и пенсии расти не будут. Каких-то реформ не видно, каких-то просто изменений принципов взаимодействия власти и общества пока что мы не видим. Спасибо за оценку ситуации, Руслан. Я напомню о политической составляющей новых реформ. Мы говорили с Русланом Бортником, политологом, главой Украинского института анализа и менеджмента политики. А я с вами на этом прощаюсь. Встретимся в следующую среду ровно в 18.20 в студии. Работала Катерина Стружко. Оставайтесь с Донбассом. Редактор субтитров А.Семкин